О поддержке незащищенных категорий граждан мы говорим сегодня с заместителем руководителя управления социальной защиты населения В центральном внутригородском округе города Краснодар Елена Белиндек Елена Васильевна, здравствуйте Здравствуйте Итак, расскажите, какая помощь оказывается малоимущим гражданам, ветеранам, инвалидам и так далее? На самом деле органами социальной защиты населения производится огромная помощь и поддержка малообеспеченным гражданам, льготным категориям граждан Эта помощь выражается в государственной социальной помощи малоимущим граждан в соответствии с законом Краснодарского края А также компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранам, инвалидам, то есть федеральным краевым льготникам Это тоже регламентировано законами Краснодарского края Для федеральных льготников это отдельный закон 1070 Краснодарского края Для краевых льготников это закон Краснодарского края номер 808 Какие меры поддержки существуют для семей с детьми? Семьи с детьми это самая обширная категория граждан, которая пользуется наибольшими мерами социальной поддержки Это и краевые выплаты, которые оказываются семьям малообеспеченным в частности У кого средний душевой доход не превышает установленный в Краснодарском крае прожиточный минимум Это ежемесячное пособие детям от рождения до исполнения деткам 18-16 лет В соответствии с тем, как они обучаются в школе Это компенсация на полноценное питание малышам от 0 до 3 лет, кормящим мамам Это единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу с ребенком родителям, которые не работают Это ежемесячное пособие при рождении первого ребенка, это самая основная и важная на сегодняшний день выплата Еще очень важно это обеспечение полноценным питанием детей от 0 до 6 месяцев жизни То есть специализированные продукты питания в виде смеси Оказывается, тоже семьям, но те, которые являются получателями детского пособия, то есть малообеспеченным семьям То есть как раньше были молочные кухни, сейчас это смеси Да, это смеси, но это единственное условие, я повторяюсь, это чтобы семья состояла у нас на учете как получатель пособия на ребенка То есть семья относилась к категории малообеспеченных, у кого доход не превышает установленные прожиточные минимумы Как это оформляется? Как доказать, что ты малообеспеченная семья? Значит, семья должна обратиться либо в органы социальной защиты населения по месту регистрации Либо может обратиться через многофункциональный центр и оформить пособие на ребенка Для этого необходимо подтвердить свой статус семьи, которая имеет на это право доходами за последние три месяца И, в общем-то, справка, подтверждающая совместное проживание одного из родителей, заявителей с ребенком Пособие оформляется сроком на два года с последующим переоформлением Берется при этом заключение от педиатра о том, сколько нужно ребенку смеси в месяц И, в общем-то, мы оформляем и это полноценное питание Если доходы в семье меняются, родители обязательно должны сообщить? Обязаны предоставить нам соответствующие документы о том, что у них изменились доходы И, в общем-то, если доходы увеличились в большую сторону, то, соответственно, выплата пособий прекращается Если доходы уменьшились, то, в общем-то, нам об этом заявлять можно и не заявлять То есть, заявители сами несут ответственность по той информации в части доходов, которую они нам предоставляют Они должны подтверждать это через какой-то период времени, что у них ничего не поменялось? Нет, это, как говорится, на совести заявителя То есть, он приходит, он приносит пакет документов Мы определяем право, если право есть, назначение производится И, соответственно, производятся ежемесячные выплаты Но эта выплата производится один раз в квартал, хотя пособие ежемесячно назначается Но выплата производится один раз в квартал И раз в два года при наличии права семья может обратиться для назначения на следующий период Ну, а специализированной продуктами питания обеспечивается семья, имеющая ребенка до 6 месяцев После того, как ребенку исполняется 6 месяцев, заявители, мама или папа, в частности Могут обратиться к нам с другим заключением от педиатра О том, что ребенок нуждается в полноценном питании И до исполнения ребенка 3 лет ему будет назначено пособие в размере 150 рублей в месяц На сегодняшний день такова сумма Понятно Скажите, меняется ли размер пособий и выплат социальных? Как они индексируются ежегодно? Выплаты индексируются у нас, как правило, раз в год В этом году индексация краевых выплат произведена с 1 января 2020 года В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края И краевые выплаты увеличились на 3,8% Федеральные выплаты, они увеличились также в соответствии Их проиндексировали в соответствии с постановлением уже правительства Российской Федерации И увеличились они на 1,03% Выплаты индексируются, еще раз повторюсь, у нас ежегодно Что касается выплат при рождении первого ребенка Насколько я знаю, вступили изменения в федеральное законодательство с января этого года Расскажите об этом Ну, это, я уже повторюсь, основная выплата И очень важные изменения произошли с 1 января 2020 года Значит, увеличили для деток, рожденных с 1 января 2018 года Срок назначения пособия увеличился сроком на 3 года То есть, если в прошлом году пособие назначалось сроком до 1,5 лет То с этого года семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет Будет, соответственно, платиться пособие до 3 лет Право возникает со дня рождения ребенка Если мама обратилась за назначением указанного пособия до исполнения ребенка 6 месяцев Впоследствии, если срок этот пропущен, то со дня обращения Опять же, не все семьи имеют право на это пособие Те, у кого средний душевой доход не превышает двукратный размер прожиточного минимума Установленный для трудоспособного населения за 2 квартал предшествующего года Это о какой сумме? То есть, речь идет о том, чтобы у семьи не превышал доход 24 060 рублей на человека А, на человека При этом размер пособия составляет 10 639 рублей При этом пособие назначается для начала сроком на 1 год Когда ребенку исполняется 1 год, мама приходит, продлевает пособие на еще полгода И потом через полгода еще продлевает пособие до исполнения ребенка 3 лет Для этого нужно подтвердить свое право доходами При этом берутся доходы за 12 месяцев предшествующим месяцу обращения Доходы и папы, и мамы При этом факт трудоустройства родителей в данном случае не имеет никакого значения То есть, если родители работают, значит, с места работы родители доходы Если родители не работают, соответственно, права они не теряют Пособие также будет назначаться Как доказать человеку, если он не работает, какие у него доходы? Он пишет заявление, он предоставляет нам сведения о том, что он не работает в виде трудовой книжки При этом мы делаем запросы в управление пенсионного фонда, чтобы проверить, производится ли отчисление Ну а дальше, как правило, у нас таких прецедентов нету Все, в общем-то, добропорядочные граждане указывают все сведения верно Поэтому все, что, как правило, они подают, все соответствует действительности Но проверить мы проверяем А что касается выплат при рождении третьего ребенка и последующих детей Здесь, в этой системе, что-то изменилось? В этой системе изменился также размер пособия Он увеличился 10 766 рублей Он установлен, также он привязан к прожиточному минимуму Который действовал на второй квартал 2019 года При этом, опять же, есть два закона Которыми предусмотрены выплаты при рождении третьего или последующего ребенка Значит, последний закон, он от 21 декабря 2019 года Это для деток, рожденных с 1 января 2019 года Значит, при этом доходы семьи не должны превышать полуторакратный размер прожиточного минимума Что составляет 18 045 рублей Но действует на сегодняшний день еще один закон Который ранее действовал Это закон 25 68 тоже Краснодарского края Там прожиточный минимум был гораздо выше И он существует Это для детей, рожденных до 31 декабря 2018 года Там прожиточный минимум составляет 33 845 рублей на человека Поэтому, опять же, обратиться право имеют все И при этом нужно подтвердить право своими доходами Опять же, за последние три месяца на момент обращения И совместное проживание родителей с детьми Волнующая всех тема материнский капитал Мы знаем, что с начала года у нас кардинальные изменения Это уже в этом произошли Вот расскажите об этом Как в крае это все будет действовать Значит, с 2020 года, с 1 января Внесены изменения в части, касающиеся реализации Если до 1 января 2020 года Реализовать свое право на материнский капитал Могли семьи, в отношении которых возникло право То есть третий ребенок При исполнении ему трех лет То с января 2020 года За реализацию досрочно Скажем так, право на материнский капитал Могут обратиться семьи Которые не менее трех лет проживают На территории Краснодарского края И хотят реализовать свой материнский капитал На погашение кредита В том числе ипотечного На приобретение жилья То есть если семья взяла жилье в ипотеку То не обязательно ждать Пока ребенку исполнится 3 года Можно обратиться в управление Социальной защиты населения В место регистрации Для того, чтобы реализовать свое право На материнский капитал Размер материнского капитала На сегодняшний день составляет 129,342 рубля Эта выплата также индексируется ежегодно В прошлом году размер этой выплаты Составил 124,607 рублей То есть на 3,8% Соответственно с января месяца Размер материнского капитала увеличился Поэтому, естественно, люди приходят То есть имеющие право и желающие реализовать Раньше трехлетнего возраста Исполнение ребенка значительно увеличилось Это единственное изменение? Это единственное изменение, которое на сегодняшний день У нас произошло в части Касающейся материнского капитала Хорошо, переходим к проезду В общественном транспорте Существуют ли здесь какие-то льготы И кто может на них рассчитывать? Какая категория граждан? На самом деле все граждане Практически все категории имеют право Но имеются, конечно Некоторые ограничения Право имеют как федеральные, так и региональные льготники Имеют право многодетные семьи Имеют право сопровождающие лица инвалидов первой группы И детей инвалидов Имеют право граждане так называемого предпенсионного возраста То есть достигшие 55 лет женщины и 60 лет мужчины Но имеется некоторое ограничение То есть доход пенсионеров Не должен превышать Двукратный размер прожиточного минимума Установленный для пенсионеров То есть на сегодняшний день Эта сумма составляет Размер прожиточного минимума Составляет 9 080 рублей То есть 18 160 рублей Не должен превышать размер пенсии Не ограничиваются размером пенсии Инвалиды первой группы Семьи имеющие детей инвалидов Граждане достигшие 80 летнего возраста Вот Значит Меры соцподдержки на проезд Они выражаются в виде приобретения Одного из семей льготных проездных билетов Которые продаются в специализированных пунктах продажи Проездных билетов И органы социальной защиты Выдают Талоны На пригородный и железнодорожный транспорт Для федеральных льготников Это пригородный Из расчета 72 талона в год Для краевых льготников Это идут и ЖД транспорт Тоже 72 Опять же сначала человек идет в службу защиты К нам идут в органы социальной защиты населения Подтверждают свое право Получают талоны А потом уже приобретают Потом Значит для приобретения проездных билетов Мы выдаем справки Что человек имеет на это право Талоны соответственно Выдаются сразу же на руки заявителю Насколько вообще долгая процедура Подачи документов Оформления Ожидание ответа Правомочен человек Получить какую-то определенную рьготу Значит У нас на каждую выплату есть свой регламент То есть Существует определенное количество времени Которое необходимо Нашим специалистам Для того, чтобы обработать документы От 5 до 10 дней Есть выплаты Вот такая выплата Как ежемесячная денежная При рождении первого ребенка Она допускает Срок рассмотрения документов До 30 дней Ну как правило Все это происходит быстрее Потому что Сроки такие устанавливаются Ввиду того Что люди переезжают Из одного региона в другой Они могут получать Аналогичные меры Сусподдержки в другом регионе И нам необходимо Делать соответствующие запросы Которые требуют времени Поэтому сроки Растягиваются Вот в данном случае На выплату на первого ребенка До 30 дней Что касается проезда Предоставления мер Сусподдержки То человек приходит Подает заявление И в общем-то Сразу же это получает Это самое простое Это самое простое Да Главное, чтобы Имел человек на это право Но все это делается вживую Я так понимаю Не в электронном виде Почему? Значит У нас несколько видов Подачи Есть документов Это можно Непосредственно В управлении Соззащиты По месту регистрации Можно подать Через многофункциональный центр По предоставлению Государственных Муниципальных услуг И можно Через портал Госуслуг У кого есть Электронная цифровая подпись А, то есть Просто прилагаются документы Отсканированные Да, конечно Заверенные Да, но главное Чтобы была Электронная цифровая подпись Но там Сроки рассмотрения Срок рассмотрения документов Отчитывается От даты подачи заявления То есть Когда человек Написал заявление От этой даты Отчитывается срок Независимо от того Когда они попали То есть Если документы Подаются через Многофункциональный центр То курьерская служба Привозит Бывает в этот день Если вечером Человек подал Многофункциональный центр То на следующий день Срок рассмотрения Отчитывается От даты подачи Человеком заявления Многофункциональный центр Теперь, что касается оплаты жилищно-коммунальных услуг. Здесь существуют какие-то льготы, помощь от государства? И кто может на нее рассчитывать? Какие категории? Все категории, которые имеют льготный статус в соответствии с краевым федеральным законодательством. Это краевые льготники ветерана труда, труженики тыла, реабилитированные. Это чернобыльцы, это инвалиды, это ветераны боевых действий, это вдовы. То есть все, у кого на руках какие-нибудь есть документы, которые подтверждают их льготный статус. Компенсация назначается также при личном обращении заявителя. Он должен заявить о том, что у него имеется на это право. Ограничений тут, собственно говоря, нет никаких, за исключением одного. Не должна в семье иметься задолженность поплатить за жилищно-коммунальные услуги. То есть если человек исправно платит, то мы компенсируем 50% от фактически потребленных расходов котникам, но не более чем установлены нормативы потребления. То есть на каждую услугу есть свой норматив потребления, который существует, и мы оплачиваем 50%, но не более этого норматива. Человек предоставляет сведения о коммунальных услугах, которые имеются в его данном жилом помещении. И главное, опять же, отсутствие долга. При этом компенсируются не только жилищно-коммунальные услуги, которые мы привыкли в обиходе, это вода, газ, свет и так далее, но и оплата взносов за капитальный ремонт, то, что, опять же, всех очень волнует. Это какая-то новая норма или это всегда такое было? Это было в последнее время, да. Практически все производят оплату взноса за капитальный ремонт. Вот 50% от социальной нормы площади жилья человек возвращается. Опять же, не исключение, а в большем размере, скажем так, оплачивается компенсация взносов за капитальный ремонт гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Это, она оплачивается в размере 100% от социальной нормы, то есть не от всей площади, а от социальной нормы площади жилого помещения. Значит, для одиноко проживающих это 33 квадратных метра, для человека, проживающего в семье, это 20 квадратных метров. То есть 50% от этого компенсируется. Единственное, что данная услуга компенсируется только собственникам жилых помещений. Чтобы компенсировать эту услугу, необходимо, чтобы человек был собственником. Также, чтобы производилась оплата. Опять же, это носит завительный характер. Вот, как раз-таки следующий вопрос. Как вы считаете, насколько у нас информировано население о таком спектре льгот, на которые они могут рассчитывать? Ну, на самом деле, я считаю, что мы достаточно информируем людей. Мы постоянно проводим мероприятия, где происходит информирование граждан. Мы собираем мамочек с детьми, мы собираем многодетные семьи. Мы консультируем непосредственно на месте, выходим иногда в поликлиники, в женские консультации. Мы работаем очень тесно с общественными организациями. Нас приглашают, и мы сами напрашиваемся на сходы граждан. Все новшества, которые происходят в действующем законодательстве, они незамедлительно доводятся до нашего населения. При этом у нас есть информационные стенды везде. То есть в здании нашего управления, не только нашего, но и всех управлений. Многофункциональные центры имеют всю свежую информацию о наших выплатах. Опять же, что касается семьи с детьми, это поликлиники, это учреждения образования. То есть везде, где есть наша категория, она есть практически везде. Мы всю информацию, которая свежая, мы туда все предоставляем. Я почему спрашиваю? Потому что многие думают изначально, что это все сложно, непонятно. На самом деле это не сложно. У нас есть телефоны горячей линии, на которые можно спокойно дозвониться. У нас многоканальные телефоны такого, что звонил и занято нет. То есть у нас постоянно работают люди на телефонах, которые информируют. И в общем-то у нас, в частности в нашем управлении, есть дежурные, которые от начала до конца рабочего дня без перерыва консультируют всех входящих к нам в управление людей. То есть условно говорят, человек, даже и не знающий, на какую именно льготу он может рассчитывать, может позвонить, сказать, я такой-то, такой-то, у меня такой-то доход, да, есть дети, нет детей. Совершенно верно. Он может прийти туда-сюда к нам с паспортом и сказать, я имею паспорт и то-то, то-то. И я хочу знать, что мне положено. И ему не надо идти к специалисту на прием. Есть дежурный, который у нас сидит, который ему расскажет все, что ему положено, даст все перечни, которые необходимы для предоставления ему мерсу с поддержкой в соответствии с его льготной категорией. И, в общем-то, я думаю, что вопросов не будет. Ну, опять же, сарафанное радио тоже, конечно, много. Ну, конечно, да. Много у нас заявителей? В округе у нас состоит на учете порядка 100 тысяч человек. Вот. За мерами социальной поддержки обращаются, ну, порядка, наверное, ну, лишь периодически сроки каких-то выплат уходят, сроки каких-то выплат, да, отменяются, ну, наверное, тысяч, наверное, 50-60 вот туда-сюда уходят. Есть еще такая выплата у нас как субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. Это независимо от льготной категории выплачивается. На нее могут рассчитывать все? Если оплата за коммунальные услуги составляет 22 и более процента от совокупного дохода семьи. То есть это может быть семья как малообеспеченная, так и, в общем-то, имеющая, ну, обычный достаток. Главное, чтобы расходы и доходы составляют более 22%. Такая же схема предоставляет все документы? Предоставляются все документы, эта выплата назначается только собственником жилья и, опять же, при отсутствии долга. Но поскольку это связано с доходами, то право, они должны подтвердить, предоставлять доходы за последние 6 месяцев на момент обращения всех прописанных членов семьи, включая даже непрописанных супругов, если таковые имеются. То есть бывает так, что семья, муж-женой прописанной в рост живут вместе, но доходы всей семьи предоставляются. И, пожалуйста, тоже. То есть это дополнительная компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг. То есть у нас бывают семьи, где имеется льготник, который на себя получает компенсацию на ЖКУ, и семья имеет при этом право на субсидию, на оплату того же жилья и коммунальных услуг. Ну что ж, очень полезно. Спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин